Так, первый вопрос, который мы зададим шейху, каково положение головного убора, является ли это сунной? Положение покрытия головы отличается в зависимости от того, покрывает ли её человек в молитве или вне её. Что касается случаев, когда человек находится в молитве, то более лучше и предпочтительно для молящегося, чтобы он покрыл свою голову, потому что это из раздела украшения перед каждой молитвой. Мусульманину приказано полностью украшаться при совершении им молитвы. А что касается того, когда человек находится вне молитвы, то это относится к традициям, которые отличаются в зависимости от страны. Это не является сунной. Однако есть страны, в которых существует традиция покрывать голову тюбетейкой или платком, или чем-то наподобие этого. А также есть люди, которые не одевают ничего на свою голову, так как это относится к традиции. Однако, когда речь идёт о молитве, то мы скажем, что более лучше и предпочтительно украшаться и покрывать свою голову. В этом разделе нет достоверных хадисов от пророка, сообщающих о предпочтительности покрытия головы. Пришло в хадисе Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала, молитва, совершенная в чалме, в 70 раз лучше молитвы, совершенной без неё. Однако этот хадис является слабым. Пришло достоверно от пророка, саляллаху алейхи вассалям, что он одевал чёрную и серую чалму, что было их традицией. Из традиций арабов было то, что они одевали на свои головы чалму. Поэтому это традиция, а не поклонение. Но Всевышний Аллах говорит, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. То есть мусульманину приказано украшаться перед каждой молитвой. Поэтому, когда ты отправляешься на молитву, ты должен украшаться и одевать полностью то, что украшает тебя. И покрытие головы относится к этому. Когда Абубакар ас-Сиддык, да будет доволен им Аллах, заходил в отхожее место, он покрывал свою голову, стесняясь Аллаха, святу на велик. То, что Абубакар покрывал свою голову в этом случае, это было проявлением им стеснительности перед Всевышним Аллахом. Но при всём этом мы скажем, что более лучше и предпочтительно, чтобы мужчина покрывал свою голову перед молитвой.